Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Видео сегодня будет необычное. Начало отопительного сезона. Давайте разбираться. Что может произойти? Что пошло не так? Почему какая-то батарея не работает? Или что нужно сделать? А так как я девочка, я думаю, что я попытаюсь вам наглядно объяснить. Вот это то, что вы видите, вот это всё, вот я в этом во всём разбираюсь. У меня нет никакого технического образования. Так получилось, что жизнь заставила поэтому во всём разбираться. Давайте вам сейчас всё объясню. Для начала, да, вот бывает такое, что у вас шумят батареи, да, или какая-то батарея холодная, или какая-то батарея у вас бывает реально с одной стороны вроде тёпленькая, а с другой стороны холодная, да. Что для начала? Для начала мы с вами спускаемся в котельную, спускаетесь в свою. Она у нас у всех разная, да, и котлы абсолютно разные. Но есть у нас вот такой вот стоит манометр. Я сейчас, может быть, ещё даже схожу. У меня ещё одна котельная есть, поэтому я вам покажу. Вот ещё отопительный сезон не начался, и давления я ещё не добавляла. В принципе. А давление у нас с вами должно быть 1,8. Вот до двоечки. Вот до двоечки. На любом котле этого достаточно. Почему? Потому что, когда включите котлы, да, за счёт того, что будет вода нагреваться, давление тоже будет увеличиваться. Поэтому больше двух ставить не нужно. Достаточно 1,8. Ну, и что тут делать? Тут, в принципе, настолько всё просто, девочки. Ну, может быть, даже и мальчики кто-то не знает. А здесь нужно просто подбавить воды в систему. Это видео для тех, у кого не антифриз. Антифриз вообще, конечно, очень вредный, поэтому мы в свою систему всю жизнь закачиваем воду. Вот. Ну, и что мы делаем? Вот у меня, видите, вот у меня вот так вот идём-идём-идём взглядом, куда оно идёт. И вот у меня тут два крана. Да? Сейчас я тут нагнусь. нагнусь. Вот тут, вот, сначала вот тут открою. Ой! Надо прям понаглядно же вам показать. Вот. А так как второй у меня тоже низкий, вот он, вот он второй кран, то я это делаю реально. Ногой открываю чуть-чуть, не сильно. А сюда смотрю. Вот ногой открываю. Видите, давление пошло вверх. Видите? Всё. Я его закрыла ногой так же. И перекрыла второй кран. Ну вот, не поленилась, дошла до вас до другой котельной. Видите, у меня здесь абсолютно другой. Уже он настенный и двухконтурный, который даёт, двухконтурный котёл, который даёт нагрев воды и отапливает всю систему. Да? Вот здесь вот тоже. Вот он котёл, да? А вот манометр этот. И видите, здесь вроде как тоже немножко маловато. Ну, в принципе, давления достаточно, но можно и здесь добавить. Вот есть здесь кран, прямо перед ним. Сейчас только в какую сторону. Ребята, ой, сильно не открываем, потому что вот, видите, и пошло. Всё. Достаточно. До 1,8 подняли, и этого достаточно. Ну что? А теперь идём к батареям. Ну вот, добрались мы с вами до батареи, да? Нам понадобится вот такая отвёртка. Отвёртка должна быть абсолютно прямая. Это не крестообразная, а обычная прямая отвёртка. И желательно, чтобы она была у вас не маленькая, а чем больше, тем лучше, потому что вы можете просто сбить винтик. Он тут небольшой. И можете сбить. Вот сбоку у нас с вами, видите, вот такая вот система. С одной стороны термоголовка, да, на которой мы крутим и устанавливаем температуру, которая нам нужна. А с другой стороны вот такая вот непонятная для нас система, да? Что мы здесь делаем? Мы вставляем свою отвёртку. Я прям наглядно пришла специально в туалет, дабы воды нигде не налить, потому что я обычно на всё это мероприятие сверху тряпку кладу, вот, а вниз ставлю тазик. А сегодня я просто положила тёмное полотенце, чтобы вам показать. Вот. И мы с вами откручиваем. Откручиваем по чуть-чуть тоже. Видите? У вас должна идти литься вода. Сейчас, ой, сфокусирую. Вот здесь, видите, вода льётся. Вот. Ну, у меня, так как у меня в системе всё хорошо, у меня вода льётся. А может всё, поэтому я закручиваю. А может просто тупо идти воздух выходить. Бывает даже, знаете, как вот один угол батареи вроде тёплый, да, или где-то внизу угол тёплый, а верх холодный, или край, или вверх. Это уже точно, значит, завоздушило батарею. Поэтому вот, вот это вот. Здесь достаточно просто открутить. А если вы это делаете, у вас какой-то здесь, ну, ремонт хороший, да, допустим, то достаточно положить тряпку, и по чуть-чуть будете крутить, вы видите, что у вас или шипит, реально, или стройкой это будет идти прям как с воздухом, так как будто плеваться. Вам нужно это всё сделать до, вот, ну, до обычной струйки, чтобы струйка была нормальная. Вот. Вот так проверяйте все ваши батареи, которые у вас холодные. Вот. А потом опять идёте в свою котельную. Ну, можете не сразу, можете ближе к вечеру сходить ещё раз, посмотреть давление, так как мы с вами стравили воздух, да, и часть воды стравили, поэтому смотрите ещё раз давление, какое у вас там, и выставляете его ещё по новой, опять по новой, если уже всё стравили с батареей, то опять 1,8. Надеюсь, что я понятно объяснила. Вот. Тут, в принципе, ничего сложного нету. А если непонятно, то пишите комментарии, я всегда вам помогу советом. Вот. Всем спасибо за лайки, за подписки. Всех целую, обнимаю. А пока пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok